Сейчас в средствах массовой информации очень часто идет спор. Одни специалисты говорят, что срочно отказываетесь от сахара и от всех продуктов, которые его содержат. Другие говорят, отстаньте от сахара, он очень нужен нашему мозгу, ешьте на здоровье. Так вот, сегодня я предлагаю разобраться, кому из них верить и где на самом деле истина. Всем привет, меня зовут Марина Жигульская и сегодня на моем канале я предлагаю поднять такую важную тему, как количество сахара в вашем рационе и чем чревато то количество сахара, которое вы съедаете для вашего здоровья. На самом деле проблема действительно есть, игнорировать ее уже не получается. Почему? Потому что все больше у нас, например, болезни Альцгеймера, диабет третьего типа, ее так и называют, которая еще 50 лет назад была никому неизвестна. Все больше у нас патологии с сердечно-сосудистой системой, например, которая тоже не от насыщенных жиров возникает, а именно из-за излишков сахаров в нашем рационе, конкретно вот того самого простого белого рафинированного сахара, который мы переедаем. И на самом деле проблем в организме очень много, потому что наш рацион питания сейчас склоняется в сторону вот этих простых углеводов, сахаров. И если мы даже не кладем ложками в чай сахар, то мы все равно достаточно его набираем. И поэтому, когда нам говорят, что мозгу нужен сахар, это действительно правда, но мозг может этот сахар получить, вот эту глюкозу ту самую, получить из других источников питания. А вот когда у нас действительно много сахара в организме, то есть здоровый организм может переработать одну чайную ложку сахара в день без вреда для здоровья. А вот когда у нас начинает увеличиваться это количество, 2-3 ложки, 4, и сейчас, например, среднестатистический человек съедает от 18 до 45 ложек сахара в день. И это те сахара, которые скрытые в том числе. Они содержатся в продуктах практически во всех. Даже вот в ресторане борщ, в него добавляют сахар. Естественно, что все эти колбасы, соусы, ну я уже не говорю про выпечку, я уже не говорю про сладости. И тогда в нашем рационе получается гораздо больше, чем 1 чайная ложка. Чем это чревато? Это чревато тем, что сахар не может быть использован организмом по назначению, и он остается в крови. И таким образом он начинает свою вот эту вот отвратительную работу, потому что он гликирует белки, потому что он ломает клетку, потому что он запускает такие состояния, которые организм поправить уже не в силах, потому что ресурсов у него просто не хватает. И самое противное, пожалуй, что сахар вызывает привыкание, потому что это самый настоящий легальный наркотик, которым мы, кстати, кормим своих детей. И, конечно, наши рецепторы привыкают к количеству сладкого, и им надо все больше и больше, чтобы почувствовать этот сладкий вкус. И мы не замечаем, как мы заходим вот в эту вот сахарную зависимость, вот в эту яму, из которой уже порой не выбраться. И такие люди на самом деле очень страдают при отказе от сахара. Это действительно так, потому что от наркотика не так легко отказаться. И тут надо, конечно, не на силе воли выезжать, а на понимании, что в организме происходит, какие процессы сломались, и на том, чтобы восстанавливать их. То есть смотрите, что происходит. Когда у нас становится много сахара в рационе, он поступает в организм, и его надо доставить в клетку. За то, чтобы доставить сахар в клетку, у нас отвечает гормон инсулин. И он вырабатывается, берет эту глюкозу, подходит к клетке, и через рецептор на клетке передает сигнал, чтобы клетка открылась для того, чтобы пустить эту глюкозу. И вот когда сахара очень много, и инсулина очень много, и он постоянно стучится в клетки, это в основном происходит из-за того, что у нас много простых углеводов в рационе, из-за того, что у нас постоянные перекусы. Вот он постоянно, грубо говоря, стучится в эту клетку, он постоянно раздражает этот рецептор, и рецептор перестает на него реагировать. Но вы едите сахар, вы едите углеводы, едите глюкозу, но эта глюкоза вместе с инсулином болтается в крови, а в клетку попасть не может. Что делает организм? Организм видит, что в клетке нет энергии, нет глюкозы, и он говорит, еще инсулина, еще инсулина, еще инсулина, и поджелудочная действительно дает больше инсулина. Что-то, конечно, там зайдет в клетку, но основная масса глюкозы и инсулина все-таки останется в крови. И вот это процесс гликации клетки, на фоне которого возникают уже специфические заболевания, типа, например, синдрома поликистозных яичников. То есть, как это связано? Количество сахара в вашем рационе и синдром поликистозных яичников. То есть, тот сахар, который остается в крови, и он не доставлен инсулином в клетку, он гликирует белки. Грубо говоря, он налипает на белковые структуры, и у наших клеток получается такая, как поджаренная корочка, как у шашлыка, который вы жарите на пикниках. И вот эта гликированная клетка, это же клетки нашего организма, например, это клетки ваших яичников. Это очень нежная ткань. И когда она становится гликированной, то есть на поверхности вот эта вот поджаренная корочка, то фолликул, он формируется, но разорваться он не может. Следовательно, мы недополучаем прогестерона, следовательно, у нас начинает преобладать эстроген. И отсюда все эти заболевания. Ну, вот такие, как синдром поликистозных яичников, который потом запускает следом за собой многие другие процессы. У меня тоже была инсулинорезистентность. И когда я лечила свой диагноз, я понятия не имела, что мои проблемы по гинекологии, мои проблемы по эндокринологии, мои проблемы с лишним весом, ну, с лишним весом я еще как-то хоть связывала с количеством сахара в рационе, а вот, например, проблемы по гинекологии и эндокринологии я вообще не связывала с этим. И каково было мое удивление, когда я начала разбираться, как это работает, я начала подумывать о том, что да, надо отказываться от сладкого, надо отказываться от сахара, надо отказываться от перекуса. И поначалу на силе воли у меня, конечно, не очень получалось, потому что сила воли долго не работает. Когда мы пытаемся что-то победить на силе воли, обязательно будут срывы. И поэтому здесь передо мной очень остров встал вопрос, чем заменять этот сахар. И мне часто задают такой вопрос, чем заменять сахар. А можно вот, например, мед, а можно сухофрукты? Нет, нет и еще раз нет. Потому что по факту это те же самые сахара, это та же самая глюкоза. А вот для того, чтобы организм у нас не просил так много сладкого, нам надо восстановить чувствительность рецепторов. И это, конечно, делается не только тем, что вы едите, а еще и режимом вашего питания, тем, как вы едите, когда вы едите. Это очень такие, ну это как бы очень много факторов. Но самые главные из них, это сделать 4-часовые интервалы между приемами пищи, чтобы вся глюкоза, которая зашла в ваш организм, успела зайти в клетку, а инсулин утилизироваться. И до следующего приема пищи, за эти 4 часа, организм успевает накопить новых ферментов, новых пищеварительных соков. А дальше это убрать, снизить количество углеводов в своем рационе. Сначала заменять простые углеводы на сложные углеводы. Простые углеводы это, например, тот же самый сахар, это, например, белый хлеб, это практически весь фастфуд, это обработанные крупы вот эти 5 минутки. То есть это глюкоза, которая, ну вот просто рассыпью, да, и организм сразу ее всю забрасывает в кровь. А сложные углеводы это та же самая глюкоза, но соединенная в цепочки. Это, например, цельнозерновая мука и макароны из нее. Это, например, крупы те же, но не обработанные, не 5-минутной варки, а цельные. Это овощи, это зелень. И вот тогда эти углеводы, они собраны в цепочки. И организму надо эту глюкозину, грубо говоря, от этой цепочки открутить и закинуть в кровь. Вторую открутить и закинуть в кровь. И получается, что у нас глюкоза очень постепенно растет в крови и очень постепенно растет уровень инсулина без скачков. И когда мы только начинаем корректировать это состояние, нам важно, чтобы у нас в рационе оставались только сложные углеводы, простые убрать полностью. А дальше мы не заменяем сладкое на сладкое. Мы заменяем в рационе питания углеводы на жиры. Мы не полностью убираем углеводы, но мы постепенно начинаем добавлять жиры. Чуть-чуть уменьшаем углеводы и чуть-чуть добавляем жиры. Здесь очень большая ошибка, которую делают люди. Они добавляют жиров, но при этом не уменьшают углеводы. В нашем организме так устроено, что если вы даете и углеводы, и жиры, то организм преимущественно будет сжигать углеводы. А ваши жиры не пойдут в организме ни на какую энергию, ни на какие задачи. И вот в таком случае эти жиры абсолютно бесполезны, ну как минимум бесполезны. А если вы уменьшаете углеводы, и у организма недостаточно этого топлива для получения энергии, вот тогда он начинает использовать жиры. И вы наедаетесь на гораздо больший промежуток времени. И таким образом, когда вы сытые, вам легче отказаться от перекусов, от сладостей. И постепенно, по мере того, как рецепторы будут обновляться и будут более чувствительны, у вас будет проходить тяга к сладкому. Поэтому, чтобы убрать сладкое из рациона, чтобы ограничить количество сахаров, надо не просто на силе воли уменьшать их усилием, а надо понимать, что происходит в организме и восстанавливать эти процессы. Я понимаю, что вам очень сложно разобраться в этой теме, а мне очень сложно за такое короткое видео объяснить, как все происходит в организме и тем более дать вам какой-то индивидуальный протокол питания. Поэтому это мы делаем на моем бесплатном трехдневном курсе. Ссылочку на этот курс я оставлю для вас в описании. Там мы подробно рассуждаем с вами, что такое углеводы, что такое жиры, как их правильно сочетать, когда что есть, в каких пропорциях и почему кому-то можно, а кому-то нельзя. Ну и, конечно, еще одна причина, почему мы не можем отказаться от сахара, потому что у нас есть определенные дефициты, которые как раз отвечают за эти процессы. Одна из таких добавок – это хром. В форме пиколинат – это великолепная добавка, которая улучшает чувствительность рецепторов к инсулину и по факту снижает тягу к сладкому. Еще одна добавка – это джимнема сильвестра. Это листики, которые еще индейцы обнаружили, что когда этот листик пожуешь, то сладкое перестает быть сладким. И поэтому эту добавку мы включаем тогда, когда невероятно хочется сладкого и когда организм прям ломает, как хочется чего-нибудь сладенького положить в рот. Еще одна добавка – это таурин. Таурин – это аминокислота, которая очень широко работает в организме и практически все погрешности в организме подтягивает. И таурин, кстати, это натуральная аминокислота. Это замена метформину, которую выписывает сейчас фарминдустрия. Таурин действует точно так же, только не имеет побочных эффектов, таких, которые имеет метформин. Еще одна добавка – это берберин. Это тоже растительный компонент питания, который невероятным образом работает в организме тоже на все процессы. На углеводный, на жировой, на белковый обмен. И в принципе корректирует обменные процессы тоже очень широко. Не только на что-то одно влияет, а на много всяких факторов в организме. И, конечно, это не все добавки, которые вы можете применять. Добавок очень много, и я могу их перечислять бесконечно. Но вы должны понимать, что никакая добавка и даже никакая схема не сработает в одного, если у вас не отлажен образ жизни. Потому что самое главное – основа основ – это образ жизни, которому вы помогаете вот этой схемой или какими-то добавками. Чтобы разобраться во всех этих вещах, приходите на мой бесплатный курс, потому что именно там последовательно мы разбираем все эти моменты. И я не понаслышке знаю, что такое отказ от сахара. Потому что я, например, тоже за свою жизнь сколько раз слышала, что сахар – это зло, что от него надо отказываться. Но в то же время мой мозг искал оправдание и ориентировался на тех людей, которые говорили, да ладно, не отказывайтесь от сахара, он нужен мозгу. И поэтому пока у меня вот ребром не встал вопрос, я тоже, знаете, так, ну вот сегодня мне говорят нельзя, завтра мне говорят можно. Я не очень обращала на это внимание. И даже когда я понимала, что от сахара надо отказаться, это было не так просто, потому что, ну, меня тянуло на сладенькое. И я думала, ну ладно, одна небольшая конфетка, ничего страшного не будет. Поэтому, когда вы отказываетесь от сахара, это неизбежные откаты, это неизбежная ломка. Но мои ученики говорят, что когда мы поняли процессы, которые происходят в организме, все вообще поменялось. Поэтому я вас приглашаю на свой трехдневный бесплатный курс, потому что когда вы поймете эти процессы, вы начнете понимать несколько, не только на уровне вкуса хочется сладкого, а на уровне того, что нет, мне это сладкое, пожалуй, пока не надо. И мы с вами научимся очень легко это сладкое заменять, чтобы отказ был максимально легким. На сегодня у меня все. Обязательно оставайтесь на моем канале, подписывайтесь на мой канал, потому что здесь мы говорим о здоровье. Спасибо. 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 Спасибо.